Всем привет! Сегодня я буду готовить яблочные оладушки. Они получаются очень вкусные, очень пышные, нежные. Готовятся достаточно просто и быстро. Понадобится мне кефир, либо кислое молоко, 250 мл, щепотка соли, ванилин, мука. Ориентируемся на 300 грамм, может быть понадобится чуть больше или чуть меньше. Одно яйцо, сахар по вкусу, примерно полстакана, немного соды. Готовим тесто. Одно яйцо разбиваем. Добавляем сюда же сахар, щепотку соли. И всё перетираем. Теперь в кефире нужно погасить пол чайной ложки соды. И добавляем сюда яйца. Сюда же немного ванилина. Примешиваем. Сода гасится, всё шипит. Так и должно быть. Теперь сюда же понемножку добавляем муку. Не сразу. Так легче регулировать. Подсеиваем. Перемешиваем. Аккуратненько, чтобы не было комочков. И постепенно ещё подсеиваем. Пока не получим нужную консистенцию. Вот такое тесто должно получиться. Постарайтесь, чтобы не было комочков, чтобы оно было гладенькое. Оно достаточно густое. Думаю, понятно, какая консистенция. У меня ушло ровно 300 грамм. Вся мука, я ничего не подсыпала. Всего хватило. Теперь яблочко нам нужно почистить от кожуры. Натираем на крупной тёрке. Либо можно мелко порезать. Яблоко можно взять одно или два по вкусу. Добавляем в тесто. И всё вымешиваем. Жарить будем на растительном масле. В сковородку хорошенько раскаляем. Теперь по одной выкладываем. И жарим. Вот такое тесто. Достаточно густое. Я думаю, видно. Жарим на среднем огне. Не на большом. Чтобы у вас хорошенько всё прожарилось. И внутри ничего не сгорело при этом. Жарить желательно под крышечкой. Чтобы внутри всё припеклось. С одной стороны. И с другой. Точно так же под крышечкой. Готовые оладушки перекладываем на тарелку с бумажными полотенцами. Чтобы убрать лишнее масло. Точно так же пережариваем все оладушки. Вот такие замечательные оладушки у меня получились. Они пышные. Очень вкусные. Нежные. Воздушные получаются. Вот один разломлю. Покажу. Они хорошо пропекаются. Думаю, понятно. Они прям мягкие-мягкие. И они достаточно долго хранятся. То есть такими мягкими остаются. Подавать их можно со сметаной, со сгущенкой, с вареньем, с джемом. В общем, со всем, что вы сами любите. У меня сегодня будет кленовый сироп. Вы можете любой свой выбрать на свой вкус. Попробуйте сами приготовить. Уверена, вам тоже всё понравится. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока-пока. Приятного аппетита.